13 февраля в 3 часа ночи по московскому времени вышел новый рейдовый инст в WoW Classic Логово Крыла Тьмы. Спустя час, примерно в 4 часа ночи, несколько десятков гильдий уже убили последнего босса Нефариона. В 19.50 по Москве несколько сотен гильдий закрыли Логово Крыла Тьмы, убив последнего босса Нефариона. А на Вестнике Рока лучшая гильдия сервера Dream Team собиралась у сферы телепортации в Логово Нефариона и только готовилась начать свой путь. И пока что в фулл рейд как бы не собирался, 40 человек не могли мы найти. В любом случае, пока людей не хватало, лучший шаман сервера Пе, это я если что, решил отправиться в Логово Крыла Тьмы Соло. Великий шаман прибыл! Нефарион! Я первый в этом мире! Соси член! Да, по уровню моего юмора кому-то может показаться, что я быдлан, воспитанный дворовой алкашнёй в каком-то маленьком северном городке, но из песни слов не выкинешь. Я рассказываю вам всё как было. Спустя 5 минут. Я достаточно быстро понял, что соло в рейдовом инсте не очень-то весело, поэтому решил выйти из инста, ничего не трогая. Ну, знаете, чтоб случайно там не умереть, сейф случайно не словить, босса не спулить, чтоб не забаговалось что-нибудь вдруг. Твою мать, твою мать, твою мать, они сагрылись! НС в себя! НС! Контроль! Блин, они там чё-то кастуют, чё-то они что делают? Они теперь вообще заиведятся? Нет когда-нибудь? Я, может, всё сломал? Может, не надо было так делать? Предположив, что если теперь в инсте что-то сломается или будет плохой лут, виноватым сделают меня, ведь я как бы первый в него влез, ещё и босс спулил, я быстренько телепортировался в каркат и никому не сказал, что я уже был внутри ПВЛа, хотя нам нельзя было ещё туда заходить. Вы первые, кому я решил рассказать эту тайну. Ещё через пять минут я, как ни в чём не бывало, вместе с остальными рейдерами подошёл к инсту и зашёл внутрь исключительно по команде Эрэла, и ни секунды раньше, как и положено приличному рейдеру, который точно не мог сломать первого босса, спулив его соло раньше времени. В 20.45 лучшая гильдия мира, игрового мира, Вестника Рока, лучшая гильдия мира, Дрим Тим спулила первого босса логово Крыла Тьмы. Мы все были под фласками. Я лечил как лев, дамагеры дамагали как льв... Так, сейчас, подожди, давай так. Я лечил, как если бы я был сыном бога, дамагеры дамагали как львы, а наш Эрэл трогал яйца так быстро, как только мог. Хе-хе-хе-хе. Ох уж эти тупорылые шутки. И всё было бы хорошо, если бы не баги на официальном сервере, когда у босса оставалось буквально несколько десятков процентов. Мобы, которые должны были появиться исключительно на первой фазе, заспамнились вновь. Они обрушили свои удары на наших хилеров, до которых они, в общем-то, не дошли, потому что, как бы, куча танков была, их сразу подхватили, и рейд начал моментально их дамагать. И я моментально отреагировал. Баг, мобы не останавливаются, не останавливаются. Бага, пиратка! Близзард, что происходит? Бургер, где видео по этому поводу? Нету видео от бургера, никто не знал, что есть такая бага. Что? Мобы продолжают спавниться! Они не останавливаются! Нужно выходить! Команда, выходить, бежим! Боже мой! Команда отступает. Люди боятся, что лут исчезнет. Говорит, давайте умрём лучше. Лут, говорят, нужен. Топ-один шмотки. Теряем. Спасаемся. Хилеры, говорят, отхиливать отступающих. Не выходить раньше других. На самом деле, такого не говорят, это я сам придумал только что. Всё, последние, последние убегают. Всё, спаслись. Фух. 21.17. Когда мы все три раза послушали тактику на второго босса БВЛ. БВЛ это, если что, и есть логовая крыла тьмы, просто английское сокращение. Пришло время ввести больше сокращений, чтобы не повторять одни и те же слова. Можно ещё по-русски сократить ЛГТ. Если в ЛГТ вставить букву Б, получится ещё одна тупая шутка, пока что их, пожалуй, хватит. Тактика была рассказана. И можно было пулить. И мы спулили. Объясняя тактику, нам сказали, что у нас будет бесконечная манна. Но, должен признаться, я не очень поверил нашему РЛу, пренебрёг, так сказать, его словами и хилил не самыми дорогими хилками. Ну, потому что я не подумал, что фраза «бесконечная манна» буквально означает «совсем бесконечная». Именно по причине того, что РЛ не смог донести до главного хиллера гильдии, то есть меня, такую простую мысль о бесконечной мане, мы вайпнулись. Нам не хватило хила. Но, как известно, в мире Вова то, что вас не убивает, делает вас сильнее. Ну, только после того, как вы убьёте то, что вас убило, и вам хватит ДКП, да, вот тогда вы точно станете сильнее. Мы хотели быть сильнее, так что запулили босса ещё один раз. И мы бы убили его, но наш Рога Жяч сорвал агробосса, босс развернулся к нему и сделал пшшш в рейд. Мы все были мертвы. Все ругали Жяча, а РЛ сказал снять с Жяча ДКП. Но тут Жяч сделал невероятное заявление. Оказалось, что ДКП с него снимать было нельзя, потому что по его агрометру всё было в порядке. Кроме того, он прожимал обилки на снятие агро по КД. И что-то произошло. Сама реальность вздрогнула. Время замедлилось, остановилось и пошло вспять. Сами боги спустились с небес, чтобы восстановить справедливость. Ведь если у Жяча в агрометре всё было в порядке, то босс не должен был сорваться на него. Боги заговорили с нами и сказали, что выдадут нам весь лут с босса, а также личную компенсацию Жячу. Ведь за 20 секунд его успели нехило так обговнякать, да ещё и ДКП снять. А это было нечестно. Не, на самом деле всем был посрать. Нам просто пришлось пулить босса ещё раз. ДКП Жячу никто, конечно, не вернул. Ну, и на этот раз мы справились с драконом. Который, кстати, на самом деле был добрым парнем. Если бы мы не были эгоистичными уродами, жадными до эпиков, мы могли бы просто не идти дальше и не убивать этого дракона. Слетали бы, я не знаю, там в Нордскал, я не знаю, поговорили бы с Аликстразой, попросили бы её прилететь и излечить этого дракона от проклятия. Ну да, Нордскал бы пришлось немножко подождать. Ну и что? Нас ничто не тянуло оттуда дальше идти. Ничто, кроме жажды эпиков. Спустя 5 минут. Во время раздачи крутого лута. Господи, как Бализарды это создали вообще? Не, ну конечно 9 МП5 неплохо, но где бонус скиллу? Что это? Блин, Бализы такие, сука, наркоманы были просто. Но это были любимые наркоманы. Спустя еще 10 минут, рейд гильдии Dream Team стоял у самого сложного, что только может существовать в WoW Classic. У того самого трэша, БВЛ. И так как я вагонился в настоящем старом WoW Classic, я плохо помнил, что значит Тот самый трэш в БВЛ, ха-ха, пептар, сейчас вы все будете вайпаться. Это цитата из моего чатика. Очевидно, часть моих сайгильдовцев обладала той же самой посредственной информацией о происходящем, поэтому мы, не задумываясь, ринулись в бой. Но были отброшены силами драконов назад. Однако статус топ-1 гильдии сервера предполагал, что нужно все-таки идти дальше. И мы пошли еще раз. И еще раз на этот раз прошли дальше, но не смогли выстоять и героически пали. И когда РЛ отдавал команду резаться на кладбище, потому что один дракончик мешал резать единственному оставшемуся престу, последний из спасителей Челов... Из спасителей Орды, волшебные волшебники, смогли выжить и убить последнего маленького дракончика, который мешал последнему оставшемуся в живых престу. Кстати, Десима, у меня вот вопрос. А почему все время, пока мы били вот этот пак, да, сагревшийся, который убил нас всех, у тебя была фулл манна и почти фулл хп? Ну, как будто бы ты стоял в авке и ничего не кастовал. Ты авкал там, что ли? Ты думал, никто не заметит, да, Десима? Нет. Кто-то все-таки заметил. В общем, маги убили последнего оставшегося дракончика, который мешал совершенно случайно выжившему на чистом скеле престу резать рейд, и мы начали вставать. Один за другим. Мои руки без устали светились зеленым. И все новые и новые герои вставали с теплого пола логова крыла тьмы, отряхивали со своих юбок пыль и готовились идти дальше. Еще через пять минут третий босс БВЛа предстал перед нами. Но все было не так просто. Нужно было сначала зачистить паки вокруг, потом убить маленьких дракончиков, которые рисуются очень быстро, потом пробежать в угол. Босса кто-то спуливал, полбосса! Босс откинул всех и ваншотнул танка. Хотя танка воскресили, не знаю зачем, у нас очень много танков, одним больше, одним меньше, какая разница. И, кстати, обратите внимание, где стою я, а где весерить. Дело в том, что у меня проснулась память предков. И я стоял именно там, где стояли настоящие игроки в World of Warcraft 14 лет назад. А весерить стоял неправильно. Рел сказал мне, что я овощи, чтобы я шел к рейду. А не вагонился один в углу. Пришлось на время забыть о памяти предков. Босса убили, лут поделили. Теперь нам предстояло встретиться лицом к лицу с самым сложным боссом этого подземелья. С тем, кто был создан самим Смертокрылом. Про Смертокрылые это инсайдерская инфа, мне ее слил Майк Мархейм после увольнения. Ну, чисто по секрету. И на самом деле, этот босс куда сложнее не Фариона. Но напомню, что мы топ-1 гильдия, так что вся эта информация нас не напугала. Огнечервь! Файермяу как-то получше звучало. Сложность этого босса состоит в том, что для неполучения урона нужно отойти за стену. Ну, там еще как-то надо танком артируваться, там босс агро сбрасывает, отбрасывает. Не знаю, это не важно, все это неинтересно. Самое главное, что для того, чтобы Рейд не получал урон, нужно отходить за стену. И вы думаете, это легко? Вы думаете, я такой сейчас угораю и буду гнобить топ игроков, топ-1 гильдии, за то, что они не могут делать таких простых вещей? Нет, посмотрите! Я сам настакал на себе 10 дебафов и умер. Просто я с этим не смог ничего сделать. Это реально очень тяжело. Но даже когда мы научились отбегать за стены, мы продолжали вайпаться, сталкиваясь при этом все с новыми и с новыми проблемами. Сначала у нас умирал танк-воин, потом у нас умер танк-друид, потом танк-воин, потом танк-друид, потом воин два раза, потом снова танк-друид, и опять танк-воин. И когда казалось, что выхода из этого замкнутого круга бесконечных необъяснимых смертей танков нет. Когда казалось, что мы обречены на вечные муки, когда мне, как хиллеру, ничего не оставалось, кроме как плакать в углу из-за своей неспособности отхилить танков, которые бегали вокруг дракона, специально прячась отхила со стены, в этот самый последний момент закончился рейд. Ну да, вы как бы что хотите. Мы, конечно, топ-1 гильдия сервера, а еще мы успешные реалайферы. У нас жены, любовницы, и деньги, которые мы сами заработали на своих бизнесах, нужно их как-то пересчитывать, когда-то время на это нужно. Так что сколько убили боссов, столько и убили, мы как бы не гонимся за этими, знаете, рейтингами вот этими вот этим, и прочей глупостью. Мы просто приходим и берем топ-1 в следующий раз. Спустя три дня, следующий рейдовый день, воскресенье. Как вы помните, наш первый рейд в БВЛ, пару дней назад, не мог собраться примерно полчаса, просто не хватало людей, вовремя никто не приходил. Именно поэтому я предполагал, что сегодня будет то же самое. Но я ответственный рейдер, так что пришел за 16 минут до начала, однако я тут же получил инвайт в рейд, а в личку мне написали, чтобы я поторапливался, уже убили трэш все и ждут меня прямо около босса, и сегодня вообще надо убить нефариона. Так что, как говорит один мой более популярный коллега, что же, время начать рейд. Несмотря на то, что четвертый босс БВЛ, Фаер Мяу является самым сложным боссом в игре, и мы вайпались на нем несколько часов в предыдущий рейдовый день, ведь он требует скоординированной работы всего рейда и в особенности танков, мы легко и не задумываясь убили его с первого раза. Так же не задумываясь, мы убили и Эбон Рока. Я, правда, отвлекся и не сразу понял, что мы бьем босса, но это не важно. Важно другое, отвратительная локализация. Надеюсь, кто-то снимет об этом отдельное видео, где будет высмеивать вот эту вот локализацию отвратительную. Вдумайтесь только, они перевели Эбон Рока как Черноскала, хотя Эбонит это по сути материал. Очевидно, имя дракона Эбон Рок означает, что он Эбонитово-скальный. То есть, получается, локализаторы исказили саму суть названия этого дракона. Он должен был называться Ебон Скал. А, ну да, черноскал неплохой вариант, окей. Спустя пять минут после убийства Черноскала наш танк привел еще какого-то дракона в то же самое место, но этот дракон нас уже почему-то убил. Однако топовая гильдия отличается от нетоповой тем, что всегда мстит своим обидчикам. Так что мы убили того дракона, который нас убил. И так будет с каждым. Предпоследний босс Хромагус. Наш РЛ придумал изощренный способ пытки некоторых недостаточно классных, на его взгляд, игроков. Он разделил нас стеной. Не спрашивайте меня, зачем, я все еще не понимаю. Часть рейда была как бы рядом со мной, и я мог их лечить, что и делал. И спасать там от всяких ядов, болезней и прочего. А часть была на другой стороне. в нескольких метрах, но нас разделяла стена. И я никак не мог помочь корчащимся в муках с агильдовцем. РЛ жесток. Но наверняка мудр, думаю, это было наказание магам за то, что они дают мне по два стака воды за рейд. Маги, серьезно. Вот хиллер, да, бежит два метра, потом ставит тотемы, потом плюхается пить за полсекунды до того, как войдет в бой, потому что танк уже спулил пак и нужно успеть хотя бы немножко отпиться, потому что уже нужно начинать хилить. А теперь посчитайте просто, сколько в инсте паков? Точно больше сорока маги. Хотя в БВЛ может и меньше сорока. Но не важно. Важно то, что маги плохие, а варлоки хорошие. Жалко, варлоки не могут давать какой-нибудь там волшебный многоразовый камень, который хиллер мог бы пососать и восстановить ману таким образом. Чего-то меня куда-то не в ту сторону понесло, соряноч. Кстати говоря, я должен отвлечься немножечко и заметить, что у нашего РЛа ник Джамай. И он очень классный и точно не гей. Кто сказал Джамаю, что я на стримах называл его геем? Кто это сделал? Такого не было просто. Сто процентов. Более того, я вообще не против геев. Геи нормальные, классные ребята. И Джамай классный. Хм. Предлагаю сменить тему. Вы знали, что Хромагус на самом деле дракон? Что скажете вы? Он же собака. Но нет. Он дракон. И его собрали из кусков вот этих вот висящих на цепях измученных драконов. Наверное. Ну иначе я не знаю, зачем они тут висят. Спустя 15 минут Хромагус умер как-то подозрительно быстро. Думаю, дело в том, что он знал, что мы топ-1 гильдия. А топ-1 гильдия должна с первого или второго с какого там раза убивать боссов. И впереди нас ждал Нефарион. Давайте-ка я быстренько для не знающих людей расскажу тактику на последнего босса. Сначала нужно поговорить с Нефарионом. Да, это он. Простите, вот за такой вот зум, увеличение, квадраты. Просто мне к нему подходить было страшно. То есть он как бы не пулится, если к нему просто подойти и не разговаривать. Но все равно страшно. Никто не подходил и я не подходил. Потому что страшно. После того, как вы таки поговорите с Нефарионом, сидящим на троне, из двух коридоров начинают лезть мобы. В коридор нам, кстати, тоже сказали не заходить, как они подходили к боссу. Но это точно бред, подумал я и залез в коридор. Так что у нас есть уникальные кадры коридора. Где вы еще такие увидите, как не на моем канале? В самом лучшем канале по ВОВу. Да, кадры коридора. Класс, Пептар, ты молодец. Когда вы убьете мобов из коридоров, надо одеть плащ. Потому что если не одеть плащ, вы умрете. Ну, вообще, одеть плащ нужно еще до разговора с Нефарионом, до того, как войдешь в комбат. Потом ты его уже, конечно же, не одеть. Хилкоу, как видите, о плаще позабыл. Хилкоу. Логи у него обычно легендарные, а плащ он не одел. Как жаль, что тебя поджарило, дружище. Теперь у меня на одного конкурента меньше по хилу. Как жаль. Ну и дальше Дракон делает то, что положено делать Драконом. Там хвосты, эфир и так далее. А еще кастует класс колы. Чтобы не пользоваться англоязычными терминами, я использовал Google Переводчик и выяснил, что класс кол это когда Нефарион звонит вам в класс. Довольно странная картина вырисовывается, но на самом деле забейте. Серьезно. Класс колы, фиголы, это вообще глупости, их можно игнорировать. Если вы шаман. Если вы не шаман, ну, не знаю, гайды там читаете, я-то тут причем. Чуть серьезнее. Тут у Нефариона осталось мало хп, как вы можете видеть. И вообще, он буквально умер. С первого раза, кстати говоря. Не то, чтобы такой профессионал, как я, никогда не убивал боссов с первого раза, но последний босс в рейдовом инсте, пусть его в классик, я считаю, что гильдия Dream Team по заслугам носит звание топ-1 гильдии мира и игрового мира. Весник Арок. Это был сложный путь. Без шуток. Я был в Молтон Коре 16 раз. Я посчитал. 16 раз в Молтон Коре это много. И я, собственно, только на 16-й собрал фуллтир 1. Да, вот, посмотрите, у меня есть фуллтир 1, который я буду теперь до Накса носить включительно. Ну и, собственно, все. Близзард. Мы теперь ждем Зульгуруб уже. Да, можно уже запускать. Я тем временем потихоньку стал делать ачивки на вульперов в БФА, чтобы устроить череду стримов по прокачке на квестах еще будет очень нескоро. Очень... Не надо спрашивать когда. Не скоро. Месяцы пройдут. Годы, прежде чем я устрою вот этот вот марафон по прокачке. Как всегда, спасибо, что посмотрели это видео. Впереди еще 10 миллиардов других видео. Если хотите увидеть их все, дайте мне эликсир бессмертия и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить 10 миллиардов видео. Если вы не видели другие серии дневников задротов, смотрите их скорее. Вы че? Да, они тоже очень классные. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok